Единая Россия Ненецкого округа Александр Цибульский высказался в поддержку данного законопроекта и сообщил о том, что Ненецкий округ готов тиражировать уже имеющийся опыт по реализации проектов инициативного бюджетирования. За последние два года мы реализовали более 40 проектов в рамках этой программы. Механизм ее реализации закреплен на уровне регионального законодательства. Финансирование каждого проекта из окружного бюджета составляет не менее 89% от объема необходимых затрат. Средства муниципального образования не менее 10%. Еще 1% доля граждан, предпринимателей и юридических лиц. При этом вклад жителей в реализацию инициативы предусматривается в различных формах, в том числе и трудовом участием, объяснил Александр Цибульский. Глава Ненецкого округа добавил, что уже имеющийся у регионов опыт позволит окружному депутату в Госдуме Сергею Коткину принять активное участие в обсуждении законопроекта. Сенаторы от нашего региона СОФФЕДИ также готовы подключиться к обсуждению проекта федерального закона о народном бюджетировании, добавил Александр Цибульский. В качестве примера народного участия в решении вопросов регионального значения губернатор Ненецкого округа привел также проект НАО-100, в рамках которого жители округа предложили для реализации на территории субъекта свои проекты. Путем общенародного голосования сотня проектов, которая получила наибольшее количество голосов в их поддержку, будет реализована в ближайшие 10 лет, к 100-летнему юбилею региона. В пул проектов НАО-100 вошли инициативы, связанные с благоустройством территорий, строительством дорог и объектов, социального назначения проекта в сфере образования, здравоохранения и спорта. В поселке Андрома накануне состоялись досрочные выборы главы муниципалитета. Победу одержала Маргарита Златова. По итогам голосования Златова обогнала двух других кандидатов – инженера-инспектора МФЦ Виолетту Конову и финансиста Амдерминской администрации Евгения Рыбалко. Маргарита Златова родилась в 1986 году, в Омске окончила Омский государственный университет по специальности библиотечная и информационная деятельность. Работает ведущим специалистом администрации поселка Амдерма. Напомним, проведение досрочных выборов связано с тем, что в августе 2019 года депутаты поселкового совета приняли решение об оставке главы Александра Куликова. Его полномочия были прекращены в связи с утратой доверия. После этого обязанности главы возложили на депутата Амдерминского постсовета Марину Даничеву. Жительница Ненецкого округа добровольно сдала в Росгвардию нелегальное оружие 1957 года выпуска. Об этом стало известно при подведении итогов служебной командировки инспекторов Центра лицензионно-разрешительной работы в селе Ома. Гладкоствольное ружье 16-го калибра с признаками кустарного ремонта она обнаружила во время уборки в одной из хозяйственных построек во дворе своего дома. По мнению заявительницы, старая одностволка могла принадлежать кому-то из ее родственников, занимающихся охотой. Инспекторы изъяли ружье и заполнили все необходимые документы. В ближайшее время по результатам проверки будет решен вопрос о выплате денежного вознаграждения 4000 рублей. За время служебной командировки сотрудники Росгвардии посетили по месту жительства 96 владельцев гражданского оружия и выявили 4 административных правонарушения. Росгвардия напоминает во избежание подобных последствий важно помнить о сроках перерегистрации гражданского оружия. Также при смене места жительства необходимо переоформить документы в срок до двух недель со дня регистрации по новому адресу. В городском совете Наринмара состоялась очередная шестая сессия. В повестке дня значилось семь вопросов. Большинство из них касалось регламентов всех уровней, в частности приведения в соответствие законодательства и нормативных документов. Один из вопросов повестки дня касался уточнения наименования должностных лиц, которые могут составлять протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, депутаты городского совета на заседании сессии рассмотрели 4 кандидатуры на награждение почетной грамотой городского совета. Трое из них – педагоги средней школы номер 3. Отметить их планируются в связи с 55-летним юбилеем учебного заведения. Также парламентарии поддержали ходатайство окружного музея о награждении сотрудников почетной грамоты Ненецкого округа. В Ненецком округе стартует региональный этап педагогического конкурса «Профессионал года-2020». Документы для участия можно подать с 3 по 14 февраля в региональный центр развития образования. Имена победителей станут известны 13 марта. Конкурс педагогического мастерства «Профессионал года» пройдет в округе уже в девятый раз. Его участниками могут стать все, чья работа связана с детьми, в том числе и преподаватели средних учебных заведений округа. Подать документы для участия в конкурсе «Профессионал года-2020» можно с 3 по 14 февраля. В стране начался переход на электронные трудовые книжки. С 1 января работодатели Ненецкого округа обязаны формировать сведения о трудовой деятельности каждого работника в электронном виде и представлять их в информационную систему Пенсионного фонда России. В свою очередь сотрудники могут получить переданные в фонд сведения об их трудовой деятельности непосредственно в фонде, в МФЦ или через портал госуслуги и использовать их для подтверждения трудовой деятельности или наличия трудового стажа. Кроме того, работодатели должны уведомить своих сотрудников в письменном виде об изменениях в трудовом законодательстве до 1 июля текущего года. Сделать выбор в пользу бумажного или электронного варианта документа необходимо до 31 декабря 2020 года. Определены даты проведения снегоходных соревнований «Буранды» и гонок на оленях упряжках «Семенхат-Мерита». Они пройдут с интервалом в неделю 14 и 21 марта соответственно. Датой утвердил губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский в ходе рабочей встречи со своим заместителем Натальей Сидоровой. В следующей неделе в администрации Ненецкого округа пройдет расширенное заседание Организационного комитета по подготовке к проведению двух крупнейших спортивных состязаний региона. В ходе Оргкомитета будут представлены проекты программ проведения соревнований требований к участникам гонок положения о состязаниях. Студенты учебных заведений Наринмара приняли участие в традиционной общероссийской акции «Студенческий десант». Мероприятие проводится раз в год и носит профориентационный характер. В первый день стажировки сотрудники полиции провели для студентов обзорную экскурсию по управлению. Первое подразделение, с которым они познакомились – это дежурная часть. Именно сюда обращаются граждане за защитой своих прав и интересов. Полицейские также провели для студентов мастер-класс по боевым приемам, борьбы и дали несколько уроков самообороны. Затем стражи порядка показали подросткам зал, где проходят совещания, помещение, где проводятся видеоконференции, после чего студенты посетили музейный уголок управления внутренних дел, где они смогли увидеть материалы, рассказывающие об истории окружной полиции. Акционерное общество «Мясопродукты» переходит на новые стандарты хранения замороженной оленины. Это делается с целью увеличения производства продукции. Сейчас общепринятой и безопасной температурой хранения замороженного мяса в тушах является минус 18 градусов, а срок годности – 10 месяцев. При существующей системе «Меркурий» это мясо по истечении данного срока использоваться не может. Поскольку убой оленей – это сезонное мероприятие и происходит раз в год, возникает вопрос о том, что же делать дальше. Обеспечение на качество мяса – это не влияет. Обязательно нужно продлять этот срок и вносить изменения, обеспечивая при соответствующих условиях хранения сроки годности до полутора лет оленины. Снижение качества мяса, появление сложности при технологической обработке туш и замороженной мясной продукции во многом зависит и от первичной обработки животных, в частности от способа убоя. Мясокомбинат на сегодняшний день является единственным в округе предприятием по переработке мяса крупного рогатого скота и северных оленей. Продление сроков хранения позволит стабильно развиваться предприятию и увеличить производство продукции. В Ненецком округе открылся Технариум. Первая встреча клуба прошла на базе регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Технариум – это клуб для людей, влюбленных в техническое творчество, энтузиастов, новых технологий. 3D-проектирование, программирование микроконтроллеров, 3D-печать – здесь каждый найдет единомышленников. В клубе нет возрастных рамок и ограничений. На первом заседании клуба присутствовало около 15 человек, собравшиеся и решили проводить такие техноукенды регулярно, чтобы обмениваться опытом и обсуждать новые проекты.